Контракты с подрядной организацией ООТСК по строительству 11-й школы на улице Зорге и Центра культурного развития «Расторгнуты» подрядчика привлекли к административной ответственности. Сейчас проходит предварительная прокурорская проверка его действий на предмет недобросовестности, халатности и признаков хищения, сообщил журналистам прокурор Сергей Шляпников. Если, соответственно, мы установим признаки хищения или какой-то недобросовестности, халатности, соответственно, будет вынесено постановление порядка 2237 УПК и решим вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, опять же, пока проверка проводится и о результатах вам сказать не могу, по результатам будет известно, что там будет с этими объектами. Но фактически сейчас прилагаются все усилия, чтобы нового подрядчика найти для того, чтобы все-таки завершить строительство. Не обошли вниманием и резонансное дело о невыплате заработной платы сотрудникам одного из саровских предприятий на сумму свыше миллиона рублей. По версии следствия, в период с декабря 2021 по май 2022 года подозреваемый не выплачивал заработную плату своим работникам. По результатам прокурорской проверки в отношении генерального директора научно-исследовательского предприятия возбудили уголовное дело. Во избежание таких ситуаций на городских предприятиях прокуратура проводит ежемесячные мониторинги, рассказал Сергей Шляпников. Если мы видим о том, что получается динамика к тому, что выплачивать заработную плату проблематично будет на предприятии, естественно, мы принимаем мерку, просто реагируем. То есть это, как сказать, представление, административный ресурс административки, также и, так скажем, предостережение о том, что в случае неуполнения будут приняты иные меры. Ситуация с детской преступностью в городе стабильна, рассказал руководитель следственного отдела Максим Елисеев. За последние годы число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, держится на одной отметке. В частности, за первые полгода зафиксировали три таких преступления. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.